Уважаемые 11-классники, сотрудники библиотеки подготовили для вас обзор художественной литературы для подготовки к ЕК по русскому языку. В рамках обзора вы сможете познакомиться с зарубежной и российской современной прозой. Ну и, конечно же, будут несколько имен классиков, даже без них. Кроме того, мы предлагаем вам обзор, список литературы, который дополняет обзор. Надеемся, что эти ресурсы помогут вам при подготовке к сочинению. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы вас не будем учить писать сочинения. Мы просто расскажем о книгах, по которым вы сможете написать сочинения. Обзор по направлению «Время перемен». Готовясь к нему, я решила выделить несколько направлений. Первое направление – влияние научных открытий на жизнь человека и общества и ответственность за них перед человечеством. Ну, по сути, это влияние научно-технической революции на жизнь человека и общества. Второе направление – революции и войны, которые несут глобальные перемены в жизни человека и общества. И как эти глобальные перемены, в свою очередь, потом влияют на жизнь людей. И третье направление – это локальные перемены, не такие глобальные, как вышеперечисленные. Локальные перемены в жизни семьи и отдельно взятого человека, которые, безусловно, случаются с каждым из нас, с нашими семьями, знакомыми, родственниками. И как это меняет наши жизни. Итак, первый автор, о котором я хотела бы рассказать, это Михаил Булгаков. Насколько я знаю, он входит в школьную программу и его произведение «Собачье сердце». Чуть-чуть напомню вам сюжет этой замечательнейшей повести. Москва, декабрь 1924 года прошлого века. Выдающийся хирург Филипп Филиппович Преображинский занимается вопросами омоложения. И он задумывает такой небывалый эксперимент в науке – операцию по пересадке бездомной собаки человеческого гипофиза. У него есть помощник, доктор Барменталь, который всячески помогает ему, и кто верный ассистент. И в качестве подопытного животного выбран бездомный пёс Шарик. Результаты этой операции произошли все ожидания. Шарик постепенно начинает принимать человеческий облик. Но тут же выясняется, что он становится грубияным пьяницей и вообще такой асоциальной личностью, с которой очень трудно жить в одной квартире. История с этим экспериментом становится достоянием бульварной прессы. К профессору начинают приходить и репортеры, и просто любопытствующие горожане. Сам профессор не совершенно не рад итогу операции и с ужасом думает, что же может выйти из Шарика дальше, и как же он начнет, так сказать, жить в обществе. После многочисленных выходок Шарика они с Барменталем решают сделать обратную операцию и снова превращают Шарикова в собаку. Но чем же здесь можно поразмышлять? К чему могут привести научные открытия, лишенные гуманности? Ведь, по сути, профессор Преображенский как бы замечательным человеком не был. Это человек науки, который, в общем-то, не из жалости подобрал собаку, а именно ради такого научного конкретного эксперимента. Ну и что же из этого получилось, можно проследить по сюжету этой повести. Он увидел, ужаснулся и вернул собаку в ее обычное такое состояние. Цитаты, которые вынесены на слайд, вы можете совершенно спокойно читать и использовать в своих сочинениях. Следующее произведение, и автор, который, мне кажется, тоже ложится в эту тему, Мэри Шелли, книга называется «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Надо сказать, что сама Мэри Шелли написала в очень юном возрасте это произведение. И это очень большая редкость, когда такое произведение молодого автора становится национальным достоянием и приобретает мировую известность. Это произведение неоднократно экранизировалось в разные годы. Есть менее удачные, есть более удачные экранизации. Но все-таки вот несколько слов о самом произведении. Молодой любознательный ученый Виктор Франкенштейн делает большие успехи в науке. Он уезжает учиться в Германию и обещает своей сводной сестре по возвращению на ней жениться. В университете он знакомится с профессором, который занимается изучением человеческого тела и вплотную, который подошел к созданию искусственного человека. Естественно, Виктор Франкенштейн заинтересовался этим, подключился к профессору. Тема этого очень его интересовала. Можно сказать, что он продолжил работу своего учителя. Пытаясь создать современного человека, Виктор был ошеломлен, насколько омерзительное творение у него получилось в результате эксперимента. В ночь после своего создания вот этот монстр, существо, как его в книге назвал автор, сбегает. Что же происходит дальше? Какие ужасы? Я не буду спойлерить. Прочитайте сами, повести интересное. В принципе, можно посмотреть фильм, поскольку фильм снят очень, экранизация близкая к тексту, и сделать определенные выводы. Что же объединяет это произведение с повестью «Собачье сердце»? Наверное, все тот же глобальный вопрос, ответственность человека науки, который берет на себя смелость по эксперименту, по глобальному, а что происходит дальше, вот за это он уже совершенно не может ручаться. То есть он может создать какого-то совершенно совершеннейшего монстра, а может создать совершенно какое-то доброе, лояльное существо. Вот за это, к сожалению, люди науки поручиться не могут. А еще такой нюанс. Какими же качествами должен обладать все-таки ученый, способный пожертвовать собой ради науки? С собой и, самое главное, своими близкими. Потому что вот та самая девушка, которая ждала Виктора Франкенштейна, для нее-то как раз оказывается большей трагедией создание вот этого монстра. Следующий автор – Уолтер Айзексон. Книга «Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию». Это произведение о том, это такая художественно-документальная литература, о том, как люди стали инициаторами перемен. То есть те, благодаря которым мы, те люди, которые создали новую цифровую эпоху, в которой мы, собственно, сейчас с вами и живем. Несколько таких, на мой взгляд, главных мыслей этой книги, что любой прогресс и любое революционное достижение в цифровом плане – это сплав творческого и технического умов. И это командная работа. И большой опыт уже наработанных каких-то технических открытий. Вот о чем эта книга. На слайде выведена, мне кажется, очень хорошая цитата о том, что именно бунтари и люди, не боящиеся перемен и не боящиеся делать ошибок, именно становятся инициаторами этих перемен. И благодаря именно им мир меняется, и мы сейчас имеем то, что имеем. Наверное, все-таки это такой, в отличие от предыдущих авторов, такой положительный момент, динамичный, положительный и все-таки жизнеутверждающий. Хотя у любого прогресса есть, безусловно, и положительные, и отрицательные черты. Кстати, это тоже вам повод для размышлений. Я могла, говоря о цифровой эпохе, обойти такую фигуру, как Татьяна Владимировна Черниговская. Все ее регалии, не все, конечно, но основные перечислены на слайде. И она часто задается вопросом, как же меняется человеческое мышление в эпоху инноваций, в цифровую эпоху. Ее такие самые замечательные высказывания я постаралась вынести на слайд. Конечно, их больше, вы можете послушать ее лекции. Она такой популяризатор науки, очень простым и доступным понятным языком. Говорит нам о том, что же происходит с нами, с людьми в цифровую эпоху, с нашим мозгом, как он воспринимает и обрабатывает информацию. Я думаю, вам это будет интересно. И если вы возьмете именно цифровое направление в сочинении, то можете ее смело брать, услышать и цитировать в своем сочинении. Татьяна Черниговская уверена, сегодня необходимо формировать у людей способность жить в цифровом мире и при этом сохранять и развивать человеческие качества, недоступные компьютерам. Иван Бунин. Книга «Окаянные дни». Впервые книга была издана в Берлине в 1935 году. И гораздо позже уже советский читатель смог ее увидеть. Это дневники 18-19 годов прошлого века, в которых отражено отношение Ивана Бунина к революции, к гражданской войне, к тому кровавому кошмару, который сопровождал писателя в последние его годы жизни на родине. В 1920 году он эмигрировал из России. Приход власти к Большой веку в 1917 году настолько перевернул представление писателя о человеке вообще, в принципе, о том, какие люди пришли к власти. И он уже себя не видел в современной России, пришедший на смену той России, которую он очень любил, уважал, где не одно поколение его семей, близких и родственников выросло. Он понимал, что здесь делать уже нечего, и поэтому покинул страну. «Окаянные дни», мне кажется, очень метким названием. Это то самое эпоха перемен динамичных, не всегда хороших, безусловно, которая настолько перевернула жизнь и отдельно взятого человека. Вообще поменялся, в общем-то, политический строй. Припоминаем, да, мы все с вами курс истории. Что уже некоторым людям оставаться в этой стране было бессмысленно. Интеллектуалам, интеллигенции, вы знаете о философском пароходе, который покинул Россию. В общем, Бунин не принял все, что происходило, и покинул страну. Надо сказать, что в 1933 году он получил Нобелевскую премию по литературе не за «Окаянные дни», не за произведение жизни Арсеньева. Ну, это, так сказать, к развитию общего кругозора, чтобы вы знали. Ну, и писатель, возвращаясь к «Окаянным дням», пишет, что он не живет в тот период в России, он не жил. Он только сидел и ждал, сидел и ждал. Каждый день проходит в недоумении. Почему же никто не приходит и не возвращается все к тому, что как было? Ну, очевидно, он понимал, что этого не случится, поэтому он покинул эту страну. О чем же здесь можно говорить? Что революции и гражданские войны несут перемены в жизни людей и угрожают самой жизни конкретного человека. И эти перемены и события античеловечны по своей сути. Эти трагические события долго еще будут напоминать о себе. И людям, которые стали свидетелями этих перемен, очень тяжело, с одной стороны, адаптироваться, в другой стороне, в которую они уезжают. Но и здесь оставаться уже невозможно. То есть это перемены глобальные, еще раз повторюсь. Следующий автор Николай Черкашин. Я на экран вывела две книги. И обе книги о Александре Васильевиче Колчаке. Лидере Белого движения, наверняка эта вам фигура знакома, из курса истории. Сейчас замечательнейшая экранизация, фильм «Адмирал», которую в главную роль, роль Колчака сыграл, на мой взгляд, очень неудачно и просто блистательно, Константин Хабенский. Как-то перенес, сумел перенести, показать всю трагедию человека, который получил образование в царской России, человека, занимавшегося научным трудом, который бывал в полярных экспедициях, искал землю Санникова. То есть человек науки, по сути, оказался в водовороте этих исторических событий. Безусловно, он оказался там неспроста. Он был целеустремлен и любящий Россию, как это, может быть, пафосно бы не звучало. Но не смог остаться в стороне от тех вихрей событий, которые происходили. И пришлось ему взять на себя ответственность на каком-то историческом этапе и стать диктатором по неволе. Черкашин хорошо объясняет, почему же по неволе это получилось. И дальше мы все понимаем, что знаем из курса истории, что случилось с Колчаком. В результате предательства он попадает в руки большевиков. И по тайному предложению Ленина он был расстрелян в Иркутске в феврале 1920 года. Тело Колчака было сброшено в прорубь. Вот такая, в общем-то, судьба умного ученого, который искал, как я уже говорила, землю Санникова, бывал в полярных экспедициях и стал диктатором по неволе. Но он все-таки был неоднозначной фигурой, и он не был политиком, и не был человеком, который может просчитать вот эти политические ходы. Конечно, это, с одной стороны, потеря для России с точки зрения науки, но с другой стороны, человек все-таки сделал свой выбор, стал диктатором и оказался там во главе Белого движения. Вот это тот самый момент, когда время перемен влияет на конкретного человека, ставит его перед выбором. У него, безусловно, была возможность уехать из страны. В Англию его бы с радостью приняли, и в географическое общество, и не только географическое. Он мог уехать во Францию, куда, кстати, эмигрировала его семья. Но он остался здесь, считался русским человеком и не мог. Просто офицерская честь не позволила ему бросить в страну на перепутье. Следующий автор – Данил Гранин. Книга «Мой лейтенант». В 2012 году Гранин получил престижнейшую литературную премию «Большая книга» именно за это произведение. По признанию самого автора, он долго не хотел писать о войне, но все-таки посчитал, можно сказать, своим долгом донести до читателей всю ту правду, все то, что он пережил. Надо сказать, что в этом произведении он совершенно спокойно говорит о своей трусости, о том, чем пахнет страх, о первой бомбежке, о том, что генералы в штабе не считались жизнью солдата. В первую очередь считали, сколько подбито танков, артиллерии и прочей техники. А о том, сколько погибло солдат, вспоминалось в последнюю очередь. По сути, эта книга о том, каким человеком вернулся лейтенант Гранин с войны, и не только он, а именно его поколение, поколение молодых, которое добровольцами ушло на фронт, что же с ними случилось, как перепахала их жизнь и мировоззрение война. Следующий автор – Фан Фан, китайская писательница. Книга выйдет в декабре этого года. То есть, когда вы будете писать сочинение, возможно, эта книга еще не поступит в продажу в России. Но на сегодняшний момент она уже переведена и переводится английскими и немецкими авторами. Это книга о повествовании от первого лица о жизни в Ухане во время пандемии COVID-19, с которой мы все с вами, к сожалению, столкнулись. В январе 2020 года, после того, как правительство Китая ввело в Ухане тотальный карантин, Фан Фан начинает вести дневник. Сначала он велся онлайн. И в последующие недели и дни она выкладывала в сети заметки, выражая свои страхи, разочарования, гнев и размышления о психологическом воздействии вынужденного пребывания в изоляции. Размышляла о роли интернета. Это, кстати, с одной стороны, он являлся спасательным кругом и каким-то все-таки связующим звеном между обществом, какими-то членами семьи. Но все-таки источником был дезинформации. По сути, это онлайн-заметки, которые перешли в формат книги. Можно сказать, что это все-таки захватывающий рассказ очевидца. В книге освещаются и проблемы какие-то повседневной жизни, перепады настроения в условиях карантина, отсутствие достоверной информации. Все это присутствует. Я думаю, читая эти заметки, мы какие-то найдем созвучий с нашей сегодняшней ситуацией, потому что все мы оказались в непростых условиях, и когда это закончится, неизвестно. Надо сказать, что для себя она нашла такое утешение в каких-то простых бытовых мелочах. Цитирую писательницу. «Вирус – общий враг человечества. Вот каков урок для всего мирового сообщества. Единственный способ победить этот вирус и освободиться от его хватки – объединить усилия всего мира». Автор перемежает личное с эпическим и пишет такую своеобразную, потрясающую летопись невероятных событий современности. Следующий автор – Едино Трофимова, книга «Отель «Снежная кошка». Это жанр «Мистический реализм». Несколько человек становятся постояльцами этого необычного отеля. Прибывая в отеле, они понимают, что оказываются несколько в другом мире, с своеобразными запахами, где все очень четко продумано, сервировка. Такое ощущение, что попадает в другой мир. Каждый из приехавших в отель, который, надо сказать, очень сложно попасть, и как они туда попадают, не буду подробно останавливаться на этом, но тоже своеобразными путями. Кому-то рассказал друг об этом отеле, кто-то сам увидел рекламу. Но, в общем, этот отель оказывается в жизни каждого совершенно разными путями. И вот каждый из этих четырех героев вернется, возвращается уже в свою обычную жизнь совершенно другим человеком. В чем же дело? Каждый из этих постояльцев получает возможность всего на одну ночь примерить жизнь совершенно другого человека. И, собственно, узнать то, и познакомиться с тем, чего он никогда не знал самим собой, с реальным человеком, с самим собой. Открыть для себя, самого себя. Можно сказать, что это такой психологический ход. Еще раз обращаю внимание, что это все-таки мистический реализм, но читается легко, захватывающе. И как каждый из этих четырех персонажей, в чьем теле он оказывается на утро, и как поворачивается его жизнь, надо как-то... Он понимает, что вроде он совершенно другой человек, но действовать в создавшихся ситуациях, исходя из окружающей реальности, приходится очень быстро ориентироваться. Потом он все-таки переносится в свою прежнюю жизнь и оказывается уже совершенно другими настройками, совершенно другим человеком. Книга динамичная, отель изумительный. Читая ее, понимаешь, что... Ну, все-таки хочется, наверное, что-то такого попробовать, чтобы понять себя. Следующий автор – Абдель Силу. Это книга, рассказ об удивительной дружбе двух совершенно разных людей, пути которых, как вроде как, не должны никогда пересечься. Парализованный французский аристократ и безработный алжирский эмигрант. Наверняка вы смотрели фильм, экранизацию замечательная, которая снята по мотивам этой книги, передает какие-то, ну, так скажем, ключевые моменты книги, но все-таки в книге больше истории самого Абделя Силу. Говорит о том, о себе, без каких-то прикрас, без стыдливости, даже с вдоль цинизма, о своих кражах, о каких-то правонарушениях, которые все-таки были в его жизни. Но когда он встречает с Филиппа, и с Филиппом, с этим аристократом, этим людям приходит совершенно разным, с разным жизненным багажом как-то притираться друг к другу. И как они меняют друг друга, один становится более, ну, что уж говорить, интеллектуальным, образованным, читающим, как ни странно, разбирающимся в искусстве. Эта нить тоже, да, в фильме прослеживается. И как, в свою очередь, Филипп, который, ну, трудно представить себе жизнь парализованного человека, все-таки этот алжирский эмигрант вдыхает в него жизнь, и как они друг друга взаимодополняют, это, конечно, следить за этим очень интересно. Но перемены так перемены. Все-таки время перемен наступило для каждого после этой встречи. Автор Ричард Руссо. Автор Пуллицеровской премии. Это веселая, книга называется «Непосредственный человек». Веселая, честная, сострадательная, местами остроумная повесть. О том, что случилось в жизни профессора буквально за одну неделю. Вот бывают такие моменты, когда живешь, какая-то жизнь размеренная, вроде устоявшаяся, но потом начинается какой-то шквал абсолютно разных перемен, событий, которые касаются и взаимоотношений с близкими людьми, с людьми по работе. И какие-то люди новые абсолютно появляются в твоей жизни. И этот весь концентрат происходит буквально с этим человеком за одну неделю. Как он выруливает из этого? С юмором, все-таки и с потерями, с какими-то новыми отношениями, которые все-таки складываются в процессе этого конфликта. Масса испытаний и даже катастроф личных, но все-таки веселая, жизнеутверждающая книга. Можно взять для себя несколько советов, как выходить из каких-то ситуаций. Ну и в общем я вам советую ее прочитать и взять к сочинению. Ну и в заключении обзора хочу вам сказать, что какие бы перемены ни происходили, глобальные, семейные, все можно пережить с достоинством и самое главное с юмором. Ни пуха вам ни пера, удачи на экзаменах.